Рада всех приветствовать на сегодняшнем открытии проекта «Бумажные мысли» в рамках Arts Council. Благодарю всех, кто пришел, присоединился к нашему проекту, поддерживает нас. Первой моей гостью является Лила Ахмедова, известная как «Стихия стихов» в Инстаграм. И у нас будет интересное обсуждение, интервью, а также чтение ее стихов. И мы приступаем к нашему интервью. Да, как и принято, мы начнем с интервью. Многие вас знают по причине блога «Стихия стихов». В принципе, так и ваша вся деятельность начиналась. Что подтолкнуло создание блога? Изначально вообще блог «Стихия стихов» создавался в 2013 году, когда я только окончила школу. Поступала в университет, тогда какие-то мои определенные надежды рухнули. И вот первая вот эта стрессовая ситуация уже виднее привела к тому, что я открыла страницу. До этого у меня уже была на фейсбуке одна как группа, на которой я делилась цитатами, но фейсбук не значит пошел. И в один вечер у меня все занятия удалились. Они задали у меня обычные всякие стихи, вся проза, которую я сохраняла из книг, была сохранена. И, возможно, я хочу говорить чуть дробче. Чтобы все-таки бегло. Да, и когда я решила открыть такие стихи стихи, совершенно не думая, что это когда-то будут группы, и когда-то на нее будут подписаны люди, и я делаю чуть-чуть для себя. Над названием я тоже не особо научилась. По названию понятно, но сейчас зато столько стихий, что я думаю, что название с названием я тоже не прогадала. Вот. И я просто загибла туда любимые стихи, любимые цитаты. Потом так получилось, что какие-то известные личности начали подписываться, делать репосты. Таким образом страницы запросы. Хорошо, помните, через какой период прервать тысячу, наверное, стихи и стихов появились? Я недавно прокручивала вниз, очень-очень долго прокручивала. И так получилось, что я увидела, что я там, не знаю, каждый месяц, например, писала пост благодарности. Вот 100 человек, 200 человек. Так что первые тысячи, я думаю, наверное, через месяц-три. То есть не особо быстро располагалась. Просто потом, после десятой тысячи, как-то начал прервать. Врополит используется и другие площадки, то есть помимо Инстаграма, то есть исключая даже Фейсбук. Только когда я начала публиковать свои стихи на Майо, я зарегистрировалась на стихи.ру, чтобы просто там как-то свою авторскую пару сохранить. Но больше нигде нет, у меня не хватает времени. Я не могу сообщать вообще сразу два дела, как это, без площадки. Я думаю, может быть, Телеграм. Телеграм все-таки в Азор. Я думаю, порадует много. Многие бы читали в Телеграм. Да, потому что мне кажется, в Баку не особо популярны Телеграм. Поэтому я думаю, в ближайшем времени пока я не буду этим заниматься. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Тишина в заде. Вы публикуете в большинстве своем стихи современных поэтов? Критерии отбора этих стихотворений? Это обычно мои любимые авторы, поэты, современники. Кого я читаю сама. Я вообще все свои стихи отбираю по личным ощущениям. То, что я или переживала, или переживала, или как-то мне знакомо. И вот, то есть я так говорю, а если это стихи подписчиков, то это уже на платной основе, то это уже на платной основе, то это не надо платной за полу года или на другую. Но и там отборы проводят тоже они. То есть я не буду, когда я скачу слишком записывал. Просто так примитивно, например, мат, или там, к слову, компьютер, айфон. Надо все представить и заключать, потому что, я не знаю, как-то теряется в их странице вообще. Хорошо. А вот ведете блог, в принципе, во всех блогах случаются какие-то стычки между подписчиками. Иногда сами организатору блога скажут, владельцы блога не прочь подить масло в огонь. Что-то из таких историй что припоминаете? У меня особо публика не агрессивная, и я ничего стараюсь провокационного тоже не публиковать. Вообще максимально опажу эти острые углы, потому что раньше я как-то еще высказывала свое мнение. Там, не знаю, где-то взрыв, я напишу пост о том, что как ужасно. И там обязательно найдут те люди двух разных национальностей, которые начнут спорить. Это все очень хорошо поднимает охват публикации, но очень просто в качестве страницы. Поэтому я стараюсь вообще в политику, в религию, не знаю, если даже ставка, отвечаю комментарии. Часто вступаете в обсуждение, допустим, даже в личные сообщения, когда обсуждаете свои стихи? Я стараюсь вообще на все записи сообщения отвечать. То есть даже когда там люди присылают какие-то свои переживания, я попала в такую ситуацию. Мне на самом деле очень сложно давать советы, потому что я вообще не советчик. То есть если бы я была советчиком, у меня не было в стаканистах стихов. Но, да, стараюсь отвечать по вопросу. Я буду пишут. В чем индивидуинка вашего блога? Вот вы в 2013 начали начаться. Тогда я тоже сидела в Инстаграме, но признаться, мало было тех, кто вел литературный блог поэтический или публиковал даже цитаты. В чем вот ваша специфика? Как вы думаете, что все-таки, когда забивают что-то в поиске на территории Азербайджана и даже русскоязычных стран страны на СНГ, в вашей странице все-таки популярнее, на порядок? Мне кажется, это потому что она просто раньше всех, ныне открывшихся, появилась, может быть, поэтому. Я также, знаете, потому что я все-таки стараюсь атаковать очень такие жизненные всякие цитаты, стихи, которые, скорее всего, каждый в жизни хоть раз переживал. И мне кажется, вот эту искренность люди чувствуют. Надеюсь, что все... Вы чувствуете искренность? Да. Ожидали такой искренность? Нет, не ожидала, даже не планировала вообще. Тогда еще не было, кстати, вот этих СМСщиков, не знаю, там, платных реклам и так далее. А было бы пользоваться? Тогда, наверное, пользоваться бы, да. То есть сейчас начала пользоваться, тогда, наверное, тоже бы пользоваться. Но мне кажется, не было бы такого... Не было бы и с моей стороны такой открытости. То есть я до недавних пор вообще... То есть я до тысячи пятидесяти, наверное, вообще никому не говорила, что это моя страница. Потом уже так получилось, что люди говорили, что ты видела такой-то стих? И она кричала. Или там это моя страница, и она получила, что все узнала. Хорошо. Как вы начали писать стихи, оправдать свои размышления, мысли на бумаге? Я первый свой стих написала как-то так для себя, тоже на почве стрессовой ситуации. Я написала его, я опубликовала на стихи и стихов. Я не могла поставить вештег «Мое», потому что все бы поняли, что «Мое», и я очень боялась вообще и критики, и восторгов. Я думала, что если это будет восторг, то это будет скорее всего потому, что я из стихи и стихов все-таки. А если это будет критика, то я вообще больше никогда ничего не напишу. И я написала «Л» «Мое», типа «Белая» и «Мое». И столько было приятных комментариев, что я поверила в себя. Так же писала. Это в 2015 году. В 2015 году. А в своем интервью вы сказали, что совсем-совсем первое и зеленое стиховерение было написано в 6 лет. Да. В 6 лет. Нам не сказали, что вам из-за этого этого не получилось. Оглашать. Толковная, наполненная драма. Между прочим, больше драмы у меня в последующих стихотворения. Да, я уже видела эти стихотворения, скажу, наиболее драматичные. Я даже удивилась. Кто-то меня вообще не любил в 6 лет. И вот написала, что ты растишь или круч. Нет, я его не озвучу никогда. Я и не настаиваю. Я оставлю ее. Время, когда будет большая популярность. А осознанность из каких лет вы пишете? В 2015-м вы публиковали. В 2015-м это первый был стих и осознанно, когда я начал. Хотя, например, «Алмаё» я начала только в 2017-м. Страницу я вообще открыла. То есть два года я просто по-тихому на стихи стихов под «Алмаё» иногда публиковала свои стихи. То есть потребует два года, чтобы все кричит. Чтобы мне кто-то сказал, что ты можешь разделить. Открыть отдельную страницу. И все, наверное, вы знаете, что есть стихи стихов и «Алмаё» поэтры, да? И два года Рила решалась открыть второй аккаунт, чтобы публиковать свои же стихи. Рила, скажи, пожалуйста, с чего началась любовь к литературе? Любовь к литературе, наверное, еще с раннего детства. У меня все в семье любят читать. И я видела, как моя сестра по ночам читает. И я так к ней к плечу и не читалась. Я там, когда Барзака читала, мне было 6 лет, наверное, поэтому, кстати, стих такой полный. Я начала читать еще до школы. Вот, так получилось, что... Уже осознанно, с чего я пробила вообще читать. Это я прочитала книгу «Обот». Это Рилиан Двоничья ревела просто, не знаю, там 40 минут в конце. Я подумала, что книга может так сделать с человеком. Но потом я начала искать похожие книги. Я прочитала «Садник без головы» и тоже очень впечатлило. То есть охотились на похожем себе, да? Да, те, которые доставляют книги. Интересно. Вы как-то в интервью сказали, что в семье никто не занимается творчеством. То есть вы первые вот так вот пишете, да еще и публикуете. Да. То есть кто-то это... А чёртки, они тоже скрывают книги. Семейная книга. Сюда не может быть, это на твоём. Надо искать всех. Дальше. А читаете вот все-таки больше бумажные или электронные книги? Раньше читала только бумажные и проэлектронные, вообще я их не воспринимала всерьёз. Но сейчас очень неудобно, к сожалению, таскать с собой книги. Я стараюсь читать на телефоне. Пользуюсь iBooks, потому что и в темноте, и всегда в сумке. Но книги бумажные покупаю, чтобы они просто были у меня дома. Просто иногда напоминали мне, что надо брать руки книги. Хорошо. А любимые авторы про зайки? Про зайки это из последних Ричард Бах. Я прочитала «Может, через вечности» и «Единственное». Это были не промочи впечатлили. Фаулс, Джон Фаулс. Тургейн, Маркер Гвичу. А поэта? Поэта Бродский. Бродский это прям самый любимый, потому что он тот единственный случай, когда я читаю биографию, и мне биография тоже нравится, потому что обычно не осталось, не управляться в биографии. Грустно было. Огорчает? 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 Конечно. Так мне нравится Бродский, Цветаева, Набоков. Я хотяла сказать, что не Набоков. А может, да что-либо из любимых? Да, я как раз не совпечатала. Совершенно не подготовилась к вопросу. Я могу прочитать Быкова. Он так её мучает, как будто растет жену. Он носит от себя, от своей пороги, привычки, страхи, веснушки без сражену. Мужку измытает, ходит и дает уроки. И вот она приручается тем для дней, что мы не можем спокойно смотреть и робчись. Она же видит во всём лишь заботу о ней, точнее об их грядущем, понятно, общим. Он так её мучает, дрючит, костит, чистит. Он так её мучает, прицельно умно пристрастен. Он так её мучает, как будто жену растит. Но он не истек, кто рыбит за это. Выходит всё даром, амкор, амкор, камни, в переливчике его концерзаний. Скандалы, слёзы, истерики, весь декор, приходы, уходы и прочные концерзания. Так учат кучи забречённых на нищету. Так учат наследного принца спеть на троне, и знают, что завтра трон разнесут в щепу, Сперва разобравшись с особой царской кровью. Добро бы на нём не клину сошёлся свет, и всё бы сгодилось другим на него похожим, Но в том-то беда, что похожих нет, а он её мучает, и мы ничего не можем. Но, может быть, вся дрессура идёт к тому, что после позора, рёва, срыва, разрыва, Она дорастёт и станет равна ему, а значит, непобедима и неумезлима. И всё для того, чтобы отринув соблазн родства, Давясь слезами, пройдя километры лезвий, Она до него доросла и переросла, Перешагнула и дальше пошла железо. А он останется, трёснувшая броня, Пустой стакан, перевёрнутая страница. Не так ли и Бог испытывает меня, Чтоб сделать себя подобным и устраниться? Да всё не выходит. Есть ещё угрозского. Сначала отбезно сварился стул, Потом упала кровать, Потом мой стол я его столкнул сам, не хочу скрывать. Потом учебник родная речь, Фото, где вся моя семья, Потом четыре стены и печь, Остались по которой я. Прощай, дорогая, Сними кольцо, Выпиши весь ремот, И, может, учёный в том улице в лицо, В том место моё задание. Хочется, всё-таки проза или поэзия? И проза, и поэзия. Просто в прозе более обширно можно найти свои ощущения. В поэзии, точнее, больше скованности, больше рамок. Всё-таки ритма как-то ограничивают. В прозе нет этих рамок, Потому что прозе легче найти себя. А правда европейская, русская, русская? Даже я сейчас о классике говорю. Я думаю, что всё-таки, если классики, то русские, Потому что мы на них выросли, И как-то душевно, мне кажется, Мне больше с ними схожи. Поэтому на первом месте есть русские, Потом европейские, потом американские. Я думаю, что я люблю страдать. Это украинский геном какой-то. Если не страдаешь, значит, что-то с тобой шаг. Что вдохновляет? Мне интересно всегда. Я всегда спрашиваю, с ним задаю, С причиной или без причиной, что вдохновляет? Что вдохновляет, Лива? Смотря на что? На поэзию. Ой, на поэзию как раз-таки страдание. А вот что говорят, они не будут видеть. Увидеть, сколько красивого нам дает. Это чувство. А так, в принципе, на жизнь вдохновляет всё красиво. Картины, люди интересные. А на поэзию ещё написать стих или прозвук, Что-то какие-то у меня бывают ситуации в жизни, Которые, мы сейчас стих как-то напишут. И всё прочту. Так вот это происходит. Я сейчас хочу как раз к чувствам, к эмоциям, к страданиям. Всё такое интересное, любопытное. Всё это мы блог, да блог. Знаете, какие-то скучные темы. Всё надо больше, кроме Паши мяса. Лила, начался из вашего цикла «Любовная лирика». Вспоминайте. Что может быть такого коварного, что я отрыла? Любовь. 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 Я зачитывала. Менее поэтичную. Я не автор. Так откуда всё-таки берётся эта любовь? И куда оно безвозвратно уходит? Оставляя людей душевными неповидами, сердечными коллегами. А самое главное – зачем? Вот зачем, Лила? Зачем? Вот и я как раз задаю эти вопросы. Ну, задайте читать, да. Сейчас я вам задаю этот вопрос, что зачем? Когда это всё-таки берёт? Откуда приходите или куда? Зачем мы колесами становимся после такого красивого чувства, после такого красивого слова «Любовь»? Ты не скажешь, что столько страданий. Мне кажется, потому что это просто бывает нелюбовь, и мы сталкиваемся с этим разочарованием того, что чёрт, опять нелюбовь. А я уже вот всё отдала, да. И вот реально поэтому. Просто бывает очень обидно, что вот как-то будет любовь, а потом, господи, не любовь, а гениальное лицо. У нас здесь огромное количество девушек, поэтому я это и предполагала. Поэтому это такой вопрос будет всего лишь один. Больше про любовь мы не будем говорить сейчас. Рекламная пауза о дружбе. Ласовская велика. Значит, друзей теряет только раз. Потому что некогда мы были неделимы, а всё с кем нас хотя бы хоть раз так тесно сводила судьба, навсегда остаются для нас родными. Родными, но не близкими. Что такое родные и кто такие неблизкие? Мне кажется, все вообще люди, которых мы когда-то любили, которых когда-то к себе близко подпустили, они всё равно до конца жизни где-то там наш кусочек составляют. Поэтому они всегда, ну лично у меня так, да? То есть все люди, которых я когда-то любила, с кем когда-то дружила, если там пройдёт 10 лет, они придут и скажут, там, да и ладно, какая-то ситуация. То есть они всегда для меня родные люди. Вспоминайте даже про коровку с оловянами, солдатиками. Да, да, да. Как вы их туда собираете? Да, хорошо. Вот. Близкими мы просто признаем быть, потому что наши пути расходятся. Каждый живёт своей жизнью. А если этот ящик переполнится? Ну, один, два или десять солдатиков такие? Придётся выкидывать его. На самом деле. Я обещаю видеться. Вы знали, кто стоит за богом стихи и стихом. Кто? Струбая маска. Струбая маска. Значит, без той же, скажем, мысли цепочки, вы там также говорите, да, с благодарностью, у нас кое-какой горе, чем тоской. Ведь, разумеется, будешь скучать, тебе будет не хватать человека, но, тем не менее, ты счастлив, что твой заболе близкий где-то впереди, где-то не один и счастлив. Каким я была хорошим человеком? Это, наверное, года два назад. Сейчас я живу. Другой будет. Я всё-таки хотела сказать, что получается ли у вас отпускать людей с открытым сердцем? Иди, я тебя благословляю. Да, у меня более того, к сожалению, я бы сказала, получается, потому что я очень быстро забываю вообще все плохое. Я думаю, что как прекрасно. У нас всё складывалось с вами. И я очень не злопамятная, я вообще очень быстро забываю свои обиды. И да, если там, я не знаю, если у меня у самой пройдёт вот эта болеть, боль точнее, я там увижу, что кто-то там успешный, я могу даже написать, что типа, вау, поздравляю. То есть не сыпите проклятием? Нет, нет, я буду только... То есть от того, что человеку будет плохо там, мне, к сожалению... Не забывайте, мы про дружбу говорим всё-таки сейчас. Помним это. Да, и... То есть... Пусть у меня будет всё хорошо, пусть у меня всё будет хорошо, то зачем мне то, что у меня плохо? Отлично. Но всё-таки за два года ничего не поменялось при полкновении, да? Ой, кстати, я тут что высказала? Отлично. 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 И там же... Потом меня будут менять, что я травмировала психику поэра. Там вы говорите, что... Когда чувствуешь то самое начало конца. Я думаю, что у всех у нас было вот когда... Вот это начало конца. А как его ощущаете вы? Очень тревожно, беспокойно. Обычно после того... Во-первых, это ощущение меня никогда не подводит. Я всегда точно знаю, когда вот это начало конца происходит. А потом я это как-то пытаюсь донести до человека. А может быть, я сама его отпугиваю через свою программу? Да, да, да. Но нет, на самом деле, если серьезно говорить, нет. Ощущается это всегда, да? То есть в отношении двух людей там кто-то отдаляется, кто-то... Если это дружба, то кто-то перестает там с тобой делиться чем-то. И ты думаешь, раньше как-то мы делились. Или уже сам думаешь, что может быть, мне все-таки не стоит вот этим поделиться. И вот это уже постепенный холод. Ну, если его в свое время не остановить, я думаю, он будет как-то показывать. Но остановить можно, если желательно. Недавно вы опубликовали вот такую цитату. Меня учили всегда во что бы то ни стало не показывать вид, что мне плохо. Не открывать новых мест, никак. Нет, я от них не железная, я от них не герой. Я ною и жалуюсь. Как и всему. Потому что когда болит все, я жалуюсь на пятку. Как часто вы на пятку жалуетесь? Нет, я всегда жалуюсь на сердце. Нет, к сожалению, не получается сказать, что у меня болит пятка. Во-первых, потому что у меня всегда все написано на лице. И все, типа, договори опять. И что опять? Ну, это очень хорошее правило. Я думаю, что все-таки надо и всем. Да, и всем надо открывать свои, рассказывать всякие болячки. Ну, вот как раз другой пот, который я вытянула. Цитата. Только людям ограниченным нужны боды, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью, а также легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться. Извелить из них все, что можно. Хочу властвовать над своими чувствами. Но воскрывает. Рассказывай. Да. Я уважаю вот эти свои мудрые изречения. Я совершенно не придержусь. Это воскрывает, да? Да, да, воскрывает. То есть это не я, я такого не говорила. Но это очень хороший совет, тоже, к этому я тоже дублю. Да, я почему подобрала сегодня же два поста, который мы опубликовали не так давно, на этой неделе. Пока мы готовили проект. Потому что в интервью Вы сказали, что часто Ваши посты отражают ситуацию жизни или Ваше душевное состояние. Насколько эти два поста, причем не так, не на большим отрывом идут, я скажу. Что Вы скажете по поводу последнего? То есть то, что я публикую, это не всегда то, чего я придерживаюсь, но это то, чего я хотела бы придерживаться. Советую. Да, я советую себе, причем я всегда там самую сохранить, сохранить, вернись и перечитать. Вот, я думаю, что это просто то, чего я советую реально придерживаться. И если у меня не получается, может быть там из 300-300 тысяч человек у кого-то получится. А вообще хотите властвовать над своими чувствами? Ну, я, кстати, частично согласна с этим из речей. Ну, я думаю, что те, кто очень долго там носится. То есть после определенного момента твои переживания, они перестают быть переживанием. И тебе уже просто нравится вот эта вся драма, вот эта вся возня со своими чувствами. Я думаю, что те, кто там, не знаю, говорят, что я там три года страдаю. Я думаю, это не очень правильно. Не надо в какой-то момент сказать себя остановить. Почему ты страдаешь три года? Ну, люди любят упиваться, да? Ну, вот, мы с вами страдаем. У меня эта программа такая чит. Да, поэтому я думаю, что все-таки есть там смысл. То есть люди не очень умные. Ну, наверное, все подумали, что сегодня на театах подготовилась, что у нее даже под рукой психолог, и все так обсуждается, все так расписано, на самом деле все не так. Ну что, спасибо большое за интервью. Спасибо. Вам приятно было? Да. Интересно было? Вам понравился формат интервью? Да. Хотите еще? Да. Приходите в следующий раз. Но это не конец. Сейчас с Ивакой мы будем читать свои издательства. И у вас будет шанс послушать ее вживую. А не как она в два часа и в ночь. Ой. Медитативные сигналы. Я советую вам, что я на рану. Пока вечером. Пока вечером мы послушаем. Я, кстати, свои очень редко читаю сама. Это будет практически первое. Не лечит время. Не лечит люди. Не лечит в новой квартире кот. Нас больше вместе нигде не будет, пускай бы тысяча лет пройдет. Сезон сменяет сезон посменно, и боль сжигающая прошла. Надлеет где-то внутри вселенной моя растерцевая душа. Искала я в каждой простой улыбке. Во взгляде ловко, во прямой мольбе. Нашли не то. И когда ошибки меня пути все ведут к тебе. Стих себе посвятил. Какая была эта сцена? Это недавняя. Недавняя. Свеженькая. 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 Это один из моих любимых стихов. Самый, наверное, ежедневный. Сейчас, который я прочитаю. Заранее скажу, что там два отрывка. Первая часть – это мужская часть. Вторая часть – это ответ женщины. Я к тебе с наилучшими пожеланиями. От тебя с добрейшим в душе намерен. Не хочу, чтобы ты горела в таком вот пламени, если я тушить его не умею. Сохрани, говорит, пожалуйста, память добрую. Не живей, не казни, не пытайся исправить прошлое. Извини, но я, правда, не в силах пробовать. Я хотела, но нелегкой ты выдалась в уши. Тебя ждет только лучше, и мне так хочется верить, что добро ты свое в пути просто так не растратишь. Ты прости, что опять подорвала ей твое доверие. Я совсем, я клянусь, что совсем не хотела обижать тебя. Я молчу. Этот текст мне знаком, как прощальная песня. Как нелепейший гимн того, кто не справился. В голове бесконечный поток. Убейся, пожалуйста, сразу убейся. Если кто-то еще хоть раз посмеет, тебе понравится. Да. Мне тоже нравится. Супер. Лена, прочитайте первое, которое вы опубликовали. Помните, мы с вами обсуждали это стихотворение? Да. Оно у меня просто нету с собой. А. Есть согласительный телефон. Вы пока читайте. Время нынче твердят, расслабляет жизнь. О тебе только ждать и верить. Не кормить печаль, а стараться жить по приметам и старым пареням. Только я, опять разбиваюсь в флам, не мучаюсь в себя. Мне тесно. Жизнь, конечно, расставит всех по местам. Только мне не оставит места. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что единственный стих вообще с хэппи-эндом, с каким-то счастливым концом, который я, кстати, потом переделала. И все еще хорошо. Это слово спасет, убрала, убьет, переделала. Но, тем не менее, можно послушать. Ты еще, несомненно, полюбишь снова. Будет лучше, чем было, и лучше, чем быть могло. Какое же счастье, однажды летя с обрыва, Где-то в пути опять обрести крылом. Какое же счастье ты скажешь, выкинув тень сомнений, Остатки обид и прошлого горького след, Горький след, не разбиваться на тысячу разных мнений, А просто идти на яркий безумный свет. Ты вновь обретешь себя и покой на сердце, Не будет ночами грызть душу, тоска и боль. Ты будешь теплом делиться и уже греться, Не веря, что все это снова случилось с тобой. Ты снова полюбишь и снова, как ястреб в небо, Встретишь, не зная преград, не страшась высот, Запомни пророчество, где бы сейчас ты ни был, Любовь непременно найдет тебя и спасет. Ну и другие. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть это задавал вопросы, как обычно спрашивают. Кто-то хочет что-то задать? Точнее вопрос задать. Нет? Ну, тогда последний стих. Это мой первый стих. Кстати говоря, я сейчас, когда его перечитываю, Он совершенно не обо мне. Я сейчас никому, не матерью, не спасением. Я бы, конечно... И еще бы не вернулась сто тысяч раз тоже, кстати. Я бы, конечно, вернулась еще сто тысяч раз, Лишь бы увидеть снова блеск твой глаз, Только вот истинной веры в нас совсем не осталось. Я бы взяла тебя за руку, чтобы не отпускать, Я бы помогла заменить и отца, и мать, Только желание тебя обнимать во мне не осталось. Я бы стерпела и боль, и ложь, Только бы чувствовать снова дрожь Где-то под кожей или в груди, Знать, что поможешь ты мне пройти Самые сложные мои пути, Только желание идти не осталось. Да, интересно, спасибо. Все, я оставляю дискуссию с автором у вас, И вы можете продолжить живую дискуссию, Вы можете разговаривать со своей аудиторией, Это я разрешаю вам, Что бы они хотели видеть игрок, А я решила сказать еще один момент в данный момент. Да, я бы с радостью послушала бы вообще, Откуда вы нашли стихи, стихи, Что вам нравится, что не нравится, Что ближе, все-таки видео стихи Или мои собственные стихи. Потому что, когда я делаю опросник, Там бывает миллиард вопросов, А когда прямой эфир, Даже просто начинаешь, Никто ничего не пишет. Не стесняйтесь, Потому что я сама стесняюсь, Так что мы на одном моменте. Может быть идеально бодрее. Да. Я вот так отлично понимаю, Как что говорится. Мне вопрос. Да. Более момента, Когда вы создали свою подошву стихи. Вы знаете, это очень правильный вопрос, Потому что у меня так получается, Что я писала стих, А потом у меня вот точь-в-точь. Я поэтому уже не пишу стихи, Потому что, да, боюсь. А он будет с удовольствием? У акции на позитивные. У меня просто не получаются позитивные стихи, К сожалению. Он поздно не пишет стихи. Да. Но вы знаете, Например, я писала стих, Опираясь на что-то. Но, например, Те переживания не были такими четкими, Как стихотворение. И поэтому, Вот пославные новые переживания, Которые вот прям четко постиг. Поэтому я стараюсь тебе дать стихи. Что это мысли материальные? Думаю, да. Ну, может быть, Не то, что мысли материальные, А ты как себя вот как-то программируешь, На какого-то негатива. Какие нормальные вещи? Ну, как бы я не программирую себя на негатив, Но вот так получилось. Не программировала, точнее. А вы верите? Хороший? Хороший? Конечно, да. Я надеюсь на него. Скажу. А свой звонит на негатив? Да. Честно говоря, Как бы я бы очень хотела, Но я очень хочу, Чтобы он был предельно таким, Каким я его хочу видеть, С такими иллюстрациями. Так как у меня пока нету в голове Четких идей того, Как это должно быть. То есть я один момент даже вела Свой какой-то личный дневник, В котором рисовала, И там рядом стих писала. И думала, что он так будет выглядеть в моем городе. Но пока я так не думаю. Пока. Это идеальнейшего состояния. Ну хорошо рисуюсь. Нет, не хорошо рисую, но это меня не останавливает. Рисую просто иллюстрации. Иллюстрации там не ничего такого. Рэйла, от кого вы получили Самый неожиданный комплект На свой стихотворение? Либо не своем, Или на стихии стихотворения? Самый неожиданный. Честно говоря, каждый раз, Когда мне пишут что-то приятное, Я думаю, что Господи, Вы точно мне. Потому что, То есть мне всегда это бывает неожиданно. И всегда будет очень приятно. А еще, Из последнего того, Что было очень приятно. Я, Какой-то определенный был период в моей жизни. И я публиковала совершенно не связанное с этим что-то. И люди писали в нее в дайвут. Ситуации, которые точно были в моей ситуации. Я не знаю, как они чувствовали. И это очень подбодрило на самом деле. Я думаю, что именно это и сближает на странице. То, что все люди, которые сидят, Они как-то друг друга чувствуют. Или иногда даже в комментариях там. Другому поднимаются. Мне кажется, это большее число этого репостов ваше. Да. Это я еще не все репошу. Чтобы не надоедать. А так бывает гораздо больше. Да, мы еще снять здесь на камеру. Да. А все, все это Ваша жизнь? Или у Вас есть работа офисная? Да, я работаю. Я работаю сама. Но совершенно не связана с творчеством. Я офис администратор, строительный какой-то. И у Вас же есть время для стихий и стихов? Да, для стихий и стихов у меня. Всегда есть время. Я на автомате уже нахожу. Ну, когда мне хочется, когда не хочется. Чтобы Вы выходите на стихи? Вы читаете? Да, я читаю. Или там ВКонтакте. Или там, где разные площадки. Стихия, блога, стихия. Я подписана на самых любимых там своих поэтов. Да. И вот. А какой Вы совет можете дать нам? Вашим там еще? Не слушайте мои советы. По теме дружба. А, дружба. Дружба для умений нам. Да, для умений. Дружба, я думаю, что то, что отдаешь, ты получаешь. То есть, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. А, не так. Надо пробовать, мне кажется. Ясно. Да, я думаю, что в дружбе, в дружбе как-то чувствуется. Надо пережить по-любому и хорошие моменты с друзьями, и плохие моменты. И там уже ты сам разграничиваешь, насколько Вы близки. В частности, можно дружиться с другим человеком в моем возрасте. Не касается бездесно ты думаешь, или ты... Я думаю, что дружи приобретаешь по жизни. То есть, не обязательно, что ты подружился в первом классе и давай дружи на конце жизни. То есть, я думаю, что возможно найти там... Просто мне, например, очень сложно. То есть, я могу там на 300 тысяч написать фост о своем душевном переживании, но сесть там с незнакомым человеком и рассказать ему мне очень сложно. Поэтому я... У меня друзья, как бы они долгое время те, кто со мной. А так, кто-то, кто-то приходит новый. Я не знаю, например, определенную ситуацию, но... Я не очень открытый для дружбе человечества. Ну, если вы интроверд. Да, я... Интроверд. Ну, я всегда с радостью послушаю, потому что... Но сама... Не могу. А Вы изменились цели на сравнение от президента как человека? Не знаю. Знаете, я хотела сказать поумнела, но понял, что нет. Ну, когда Ваши друзья отскали, что кто-то здесь находится. Я изменилась в момент. Да? Да. А быстро? Ну, то есть, не успею. Чего, а как? Я хотела выносить. Да, она стала мягче, понятнее, умнее. Даже если она, конечно, стала умнее, она стала умнее. Опыт, наверное. Да. Да. Я думаю, делали какие-то символы. Возраст все-таки. Возраст. Я думаю, это семья. Она начала в 17 лет. Сейчас ей 23. И я вспоминаю свои 17. Свои 23. Ты понимаешь, что здесь уже не можно. Здесь уже, наверное, это разные периоды жизни сейчас. И еще за это время очень много всего происходит. Так что... Хочешь, не хочешь, меняешься. Раньше, например, у меня касательно всего было какое-то радикальное мнение. Это хорошо, это плохо. Это я никогда не сделаю. А сейчас вообще непонятно, что хорошо, что плохо. То есть, происходит. Такие вещи. А вы не пробовали использовать свою станичку, да? Свое благо. Поплако. Да. По большинству. Очень неоднозначно. Очень. Неоднозначно. Я делаю репосты. Я делаю репосты в основном от доставленных людей. То есть, если мне кто-то скажет, что там человек... Вы уверены. Если я уверена, то я делаю. Да. Причем, например, на стихических вопросах очень много есть знаменитостей. Очень много людей, которые готовы помогать. Мы положим, я не знаю, известного. Меня шепила Ксения. То есть, мы иногда сотрудничаем. Вот, если бывают какие-то, например, в Азербайджане, дети, болезни, сочетания. Я знаю определенных людей, которые могут помочь. Я, например, просто рассылаю, чтобы вы хотите, если вы захотите, можете помочь. А так, ставить на как пост, это очень много бывает. Вот как раз-таки это тот пост, который был, когда обязательно кто-то умный напишет, что, а вот у меня соседка, вы ее даже не репостнули. То есть, я не могу всех показать. А, Лила, а был такой случай, что когда вас репостнули про кто-то по новому ребенку и человеку, ну, после вашего репосты, кто-то помог, открыт ему со словами? Конечно, всегда отвлекаюсь, потому что, так как людей много, как минимум, я отвлекаюсь, я это самую. То есть, но дальнейшее развитие я не знаю. Не могу отслеживать конкретно всех. К сожалению, например, я знаю ситуацию с Шерс. То есть, мы это поддерживали очень сильно, но, к сожалению, это очень много. А были предложения на вас использовались в ваших стихах или в новых клипах? Было такое, что хотели в песню, но мне, если честно, не понравилось, как это звучало. Причем, это был конкурс «Голубой», нет, не «Голубой огонек», потому что там такой синяя птица, по-моему, синяя птица, и там совершенно неуместно, как бы, мой страдальческий стих какой-то, и там детский конкурс, как бы, нет. Нет, 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 нет. Ну, это один из серии, мы почти растишься, да-да. Вышла бы какая-нибудь шестилетняя, и подарили мне жизнь. А кого из изображенских авторов, из писателей? Поэтов. Из поэтов. Брани Сравчан мне нравится. Очень нравится. В тот момент, когда ты не знаешь, кто он. Да. И еще, к сожалению, не помню имя, но автор стихотворения Ены Бошарате и Джузаке. Ну, такой немножко… Другой пик что-то? Туру? Наушен, да? Нет, это нет. Другой. И Саламатэймадэ? Ой, Ильич Саламатэймадэ – это общий шкаф. Да. Пахтиарамхазадэ – это классик. Вот я его знаю, да. А, что вы проходит? Нет, я… Правильно, прошло бы, что было бы… Есть, возможно, про закупцун и шевжен. Да, кстати, можно было бы… Правильно, прошло бы. Да, я поняла, что он живой тут разновременник. Но Акзадэль – любимый поэт моей мамы. И несмотря на то, что я не выросла в Азербайджане, у нее всегда вот томик его стихов был. И даже когда я… Не так давно, конечно, но по приезду в Азербайджан я стала изучать азербайджанский язык и начала его тоже читать. Тебя альмена, азербайджан, деда, она шабили. Я… Я не могу себе скажите… Еще вопрос? Может быть, интересная дискуссия получилась, я просто принимала свои интересные предпитали. Да, потому что я тоже его… Вот, наверное, незавершенно, я все не очень почувствовала у своей тарелки здесь. Там набор где-то там сидит. Я так боялась, честно, что кто-нибудь там, не знаю, какого-то, не знаю, там, поэта стих скажет, а я… Ну, как на боковый бык… Да, да, да. Например… Да. А вы знакомы… Вы знаете, в России, в Москве, то, что вот сделала Ильяна, Алманский, они как бы делали свой клуб. Да, клуб, клуб. Вы не хотите? А, вы говорите, понятно. Я бы хотела, но я не знаю, насколько это сейчас. То есть надо с чего-то начинать. Например, для меня был огромный шаг сегодня вот тут выступать. То есть я вообще не представляла бы, что я смогла выступать. Но я думаю, что да, можно будет. Если бы это получалось, то… Если бы у меня будет получаться. Если бы на следующий вечер кто-нибудь придет вообще… Будет целый цикл встреч. И… Ну, следующая встреча с Лилой у нас будет немножко другого формата. Это будет чисто флешический, поэтический вечер. Где она будет только зачитывать свои стихотворения. С музыкой и сухими салфетками. Да. То есть это будет изряд ряда таких типичных мероприятий. А сегодня у вас как бы… Не скажу, что последний шанс. Не бывает, но все-таки у вас есть возможность личного общения. И так как первые гости, для меня важно было, чтобы проект встал на свои ноги. И я думаю, что отчасти это получилось. И, в дальнейшем, если все-таки это будет интересно, и я буду видеть, что отзывы, потом будут обсуждения, то эти мероприятия такого рода будут проходить и с другими молодыми писателями. И поэтессами у нас на самом деле очень много. Тех, кто… Еще мы не запустили проект, но обратились ко мне с тем, что вы делаете. Ну, часто это из разряда знакомых или художников, которые пишут. В частности, до сегодняшнего дня я занималась только визуальным искусством. Это… и я информировала живопись, фотографии, все, что связано с федуальной частью. Но писала и пишу я до сих пор сама, и поэтому поступила ко мне в предложение на ТАКСКанцелл делать такой проект, свой лесный уже. И как видите, сегодня результат – плод нашего совместного сотрудничества. Спасибо вам, что вы пришли.